Теплая погода строителям духовного центра Казанской иконы Божьей Матери на руку. Есть возможность продолжить внешнее оформление нового храма. Чтобы не мешать богослужениям, недавно соорудили красивую пристройку, где прихожане смогут совершать требы. Свечной ящик здесь будет. Здесь будут продаваться свечи, приниматься записочки, чтобы не отвлекать людей, потому что люди часто приходится говорить, люди стоят, отвлекают от службы. Поэтому сейчас было принято решение, сейчас мы расширили эту площадку и сделали. Хотели делать колясочную все время, но решили все-таки вынести свечной ящик, потому что мешают людям. Прихожане обратили внимание, что в декоре Казанского храма появились новые элементы. Изначально планировалось, что церковь полностью будет белой. Хотели сначала весь белый делать кирпич, но, к сожалению, завод, который нам давал эти кирпичи, он обанкротился, и все. А таких больше кирпичей никто не выпускает. Это вот был такой, нам случай попался, для нас специально сделали кирпичи для этого храма. Это как батюшка так сказал, вот хочу вот такой храм. И поэтому сейчас придется, приходится, да, то самое, да, ну, кстати, чтобы был нормально, смотрелся храм, очень красиво, приходится где-то включать коричневый кирпич. Ну, вот в данном случае вот это вот все и получается, оно украшает. То есть вот сюда, вот вверх, теперь будет низ сочетаться с верхом. Вот смысл такой вот этого. Это дополнительно. Но и в то же время удобство, конечно, для того, чтобы люди, как бы, ну, не отвлекались от службы. Во всех православных храмах готовятся к великому празднику Богоявления. После вечернего богослужения прихожане смогут погрузиться в купель. У нас же свой источник. Мы сейчас поменяли все фильтры, прочистили все насосы, чтобы все это было бесперебойно. Потому что очень большой расход воды идет. Вот насосы даже иногда не справляются с это самое. Потому что, ну, в три бака у нас, и в три бака, как бы, вот, там на каждом баке еще и краны. Поэтому, как бы, ну вот, я думаю, подготовимся. Подготовились хорошо, потому что приходили специалисты, просмотрели все, чтобы не было сбоев, не дай бог, если что-то сломается. Ну, и сейчас баки установили, там помыли, все подготовили. Так что ждем. Денег на строительство храма, конечно, недостаточно. Но работы не прекращаются ни на один день. С Божьей помощью и купол подняли, и крест на храм установили. На удивление, в общем-то, все равно строительство храма, оно же не останавливается. Пусть оно чуть-чуть там где-то замедляется, но оно не останавливается. Я считаю, что у нас в этом году, в девятнадцатом, достаточно успешно. Несмотря на то, что, как бы, финансы ограничены такие, так сказать, потому что тяжело стало со спонсорами, как бы, все, так сказать, ну, понимаешь, вот, как бы, все трудности финансовые переживают, поэтому, ну, тем не менее, я считаю, что Господь нас, как бы, это самое, бережет и помогает. Ну, подняли крест, воздвигли, да? Ну, это да, это вот эта необходимая вещь. Ну, конечно, тут ведь как, хотелось бы, чтобы люди понимали, что все-таки дом надо достроить, помогали. Ну, плакаться не в наших традициях. Я думаю, что Господь поможет нам построить. Потому что, как у нас же здесь покров Пресвятой Богородицы, здесь наша Казанская, она нас... Ну, и Матронушка, она тут наша родная, потому что нам кого ни попадя, в общем-то, все. Получается, знаете, вот как получается в обрез. Очень тяжело, но, тем не менее, значит, я считаю, что вот можно было бы, конечно, быстрее пойти, но вот то, что нужно делать, мы делаем. Андрей Пластунов, Ольга Скрябина и Ольга Захваткина. Для программы «Городские вести».